Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, показываю этого подобного. И сегодня я хочу рассказать о Гансе, христиане, о Андерсене. Продолжается великолепная серия сказок Андерсена, выходящая в богато иллюстрированных, как это пишут в аннотациях, прекрасных изданиях издательства Нигма. И сегодня я в очередной раз хочу показать вам эти книги, каждый из которых достойно отдельного рассказа, да, вот будет всему свое место, прекрасная сказка, да, Старый дом, совершенно замечательные, очень поэтичные иллюстрации. А подробно расскажу о рассказке о том, как буря перевесила вывески. Вы скажете, я же уже о ней рассказывал. Ну вот, кого люблю, того хвалю. Вы знаете, эта сказка одна из самых очаровательных у Андерсена. Она невообразимо хулиганская, она очень едкая. Она не то чтобы напрямую сатирическая, но, вы знаете, в ней есть такие моменты, которые до сих пор заставляют пощипывать кожу, как морозец, да. Хотите пример, пожалуйста. У нас есть прекрасная сказка с вот такого щедрина, которую в принципе разрешать нельзя. Это готовый портрет, я не скажу кого, я не скажу чего, там в каждой сказке, ну то есть, короче говоря, там расстрел с конфискацией всего за каждую сказку. Как Михаил Евграфович так умудрился писать, я не понимаю. Но это, конечно, очень злободневные вещи. Так вот, о том, как буря перевесила вывески с иллюстрациями Натальи Акимовой, в очередной раз всковыхнуло во мне многое, тоже распространенное выражение, и об этой сказочке я хочу вам рассказать. Будет рассказ и об художественной, визуальной части книги, потому что Наталья Акимова сделала невозможное, заново придала очарование сюжету, который я уже видел в иллюстрациях, ну таких людей, как Ломаев, например, да. Вы понимаете, да, это гениальные совершенно иллюстрации. Казалось бы, что надо сделать, чтобы я еще раз... А вот, слушайте внимательно, что называется. Ну и, конечно, остановлюсь на некоторых таких вот интересных местах этой сказки. Для взрослых я сразу скажу. Если вы устали от рассказов моих детских, выключайте видео, открывайте рассказ Пелевина, который... Ну, погуглите, сами найдете. Значит, который на тот же сюжет написан, что и сказка о том, как Боря перевесила вывески. Вот. И наслаждайтесь постмодернизмом. Потому что, на самом деле, конечно, это бродячий сюжет. Это бродячий сюжет, и он корнем уходит в мифологические представления, вообще в дихотомию обозначающего и обозначаемого из семиотики, да, вот в такие вещи, да. Потому что мы все с вами существуем в мире имен, а если конкретно говорить, вывесок, которые обозначают различные явления, сферы занятий. И когда хаос врывается в нашу жизнь, получается иногда смешно, а иногда очень поучительно, как у Андерсона. Итак, открываем Форзетс. Кстати говоря, Нагзетс, последний разворот книги, он тоже повторяет Форзетс, но вывески уже другие. То есть, вы здесь вы видите необычайный набор тех вывесок, которые, как пазл, значит, и поменяют Боря. Причем, здесь очень много... Во-первых, здесь стилизация под начало века. То есть, у нас колониальные товары, у нас, значит, молочная торговля, развесной чай. Ну, чувствуется такое, значит, вот дореволюционный какой-то город, может быть, провинциальный, да. Вот. И куча фамилий на вывесках, потому что тогда был не просто магазин бумаги, а магазин бумаги П. Степансона. Вот. Здесь есть Нисин, есть Гансен, есть Степансон. Ну, вы уже угадали, да, понятно. То есть, Макеевы шутят таким образом. С одной стороны, все-таки, ну, фамилии должны быть датскими, да, а с другой стороны, ну, не все же они там кончаются. Наен, да. Это вот некоторая такая игра с читателем, со взрослым читателем, который эти вывески будет читать. Вот. Очень здорово оформлен, значит, титулный лист, да, значит, издательство у нас вывеска. Причем, я был в Нигме, там здание выглядит похоже немножко, да. Вывеска очаровательно, значит, смотрится, да. Вот. И, собственно, название о том, как Пуря перевесила вывески, оно тоже состоит из вывесок. Каждое из этих слов, например, магазин Атом. Мне очень интересно было побывать в заведении, которое называется Атом. О чем это заведение? Атом. Вот. Смотрите, там в конце книги, где выходные данные, вот этот вот ход художник повторяет, да, о том, как Пуря перевесила вывески внизу. Видите? Вот. Это здорово. Это, понимаете, вот такие мелочи, они вызывают восхищение не потому, что они главные сказки в этой книге, да, а потому что продуманность каждого элемента, она дорогого стоит. Это и есть очарование хорошо изданной книги. Ну и вот, значит, перевод с датского Константина Телятникова, я никогда не сравниваю переводы, я не берусь судить. Он, видимо, сохраняет вот ту игривость и раздражающую актуальность оригинала, которую многие взрослые хотели бы куда-нибудь спрятать подальше. Деточкам нужно только сладенькое, им не надо ничего рассказывать лишненького, а то они подумают о себе что-нибудь там в голове. Они должны быть послушными, шоковыми, желательно, вот. Ну, в общем, и прочая мертвечина. Друзья мои, здесь у нас прекрасно совершенно рассказано все, что происходило в далеком-далеком детстве дедушки, который, собственно, и рассказывает. Есть удивительные детали, потому что зачем насаживать лимон на макушку шпаги, значит, вот с этими саблями, на саблю лимон, что это какой-то Джанни Радарис с какими-то лимонами? Что это за символ? Это надо гуглить, это надо изучать. Ну, и само по себе странно, да? И вообще, откуда сабли у подмастерьев, да, когда они? Знаменитая сцена в сказке, где происходит торжественное перевешивание вывески. Сцена, конечно, несколько раблезианская. В каком смысле? В том, что там все гипертрофирование. Играет оркестр, дамы подбрасывают чепчики, значит, какой-то орликин в костюме орликина из «Ворскутков» с палкой-пугалкой, ну, что-то вроде хлопушки или, значит, трещотки, значит, бежит перед процессией, никому не причиняя вреда своей палкой, но всех пугая ужасными звуками, да? Дальше там трубят трубачи, там идут с эти саблями, поверх которых насажены лимоны. То есть, ну, совершенно невероятное что-то происходит. Чувствуется, что дедушка не то чтобы завирается, но как-то, видимо, память приукрасила события его детства. Вот. И с этого начинается такое легкое размытие, собственно, забавного сюжета детской сказки в сторону совершенно поучительных очень для взрослого читателя вещей, да? Это происходит, когда у нас вступает в силу, собственно, сам сюжет сказки, когда уже, значит, всё это писание приходит в концу. Очень приятно, что здесь много книжных магазинов в качестве. Вот, например, книгоиздательство, такое уютное, с голландскими окнами такими, да? Вот прям хочется в картинку там побывать, посмотреть, какие они книги печатают и так далее. Вот. А вот и сама Буря, посмотрите. Это такой удивительный великан, такой бородатый, волосатый мужчина, который эти вывески перевешивает буквально в смысле руками, да? То есть вынимает и перевешивает. Замечательная, помните, историю бочку пожарника, которая, значит, будки пожарника, которую отнесло в сторону совершенно другого человека, бедняка, который вытащил троих из пожара. А пожарный этот, бронтмейстер, он всегда приезжал, только когда угольки уже оставались от зданий. Вот. Замечательная, конечно, история произошла с вывеской детского доктора. Это самая, наверное, острая часть сказки, которая, ну, детский доктор, детский доктор, он занимался много чем. Здесь дичи приучаются к бутылочке. Вот. И эта вывеска попала на, скажем так, стену высшего учебного заведения. В общем, двойной смысл. Он, считай, видимо, и современникам Андерсона был понятен, и сейчас тоже. Смотрится примерно так же. Бочка Бондаря очутилась под вывеской «Дамские моды». King size, так сказать. Значит, суп из хрена и фаршированная капуста. Это теперь не вывеска ресторанного меню, да, а афиши театра. И публика повалила. Какой сегодня дают премьеру? Суп из хрена и фаршированная капуста. Это, слушайте, это какой-то жираф. Ну, кто читал приключения Гикберри Финна, тот понимает, о какой письме я говорю. Это вот тот самый жираф. Да. Значит, и так далее. Чего здесь только нет. Здесь дичи приучаются к бутылочке, я уже рассказал, да. Вот. Доска с надписью «Высшее учебное заведение» оказалась на бильярдном клубе. Тоже очень хорошо. Тоже в яблочко, да. Вот. В каком-то смысле высшее учебное заведение, да. И некоторые, в конце уже говорит автор, стремясь в церковь, были такие, что из-за вывески вместо церкви попадали, о ужас, в театр. Весь комизм этого предложения понимает только человек, который родился где-то во второй половине XX века, и в начале XXI века наблюдает собственными глазами вот этот ренессанс мракобесия, да. Такой псевдорелигиозный, потому что, конечно, истинная религиозность, истинная вера всегда глубоко в душе, она никак не связана с вывесками. А иначе вы рискуете вместо церкви попасть в театр. Как незадачливые персонажи книги. Ну и, наконец, добрый совет. Вот видите, в окно мы видим этого великана. Вообще, персонификация бури, вот в виде такого великана, в очачках, бородатого, такого удивительного, он не напоминает Андерсона, он напоминает скорее всесоюзного старосту Калинина, если на то говорить. Это какой-то инфернальный такой персонаж, достаточно вот. Добрый совет, пока буря перевешивает вывески, сидите-ка лучше дома. Более образной интерпретации, что делать в эпоху перемен, которые, как известно, проклинали пожеланиям, чтобы тебе жить в эпоху перемен древние китайцы, я даже представить себе не могу. Это именно то лучшее, что может сделать простой, не сильно пассионарный обыватель, да, в эпоху любой бури. А пока буря перевешивает вывески, сидите-ка лучше дома. Почему? Потому что суть не меняется. Перевешиваются только вывески. Театр все равно останется театром, бильярдное все равно останется высшим учебным заведением, вот. Но в определенных местах дети приучаются к бутылочкам. Так что, друзья мои, эта сказка Андерсона, она очень едкая, она очень смешная. С нее смеются малыши, и, конечно, взрослые тоже получают свой заряд оптимизма, да, читая эту сказку. Потому что все давным-давно известно, все уже рассказано. И, в общем, что делать мы знаем, и как относиться к таким вот переменам вывесок мы тоже прекрасно понимаем. Спасибо вам за внимание.